До начала общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ осталось совсем немного времени, всего неделя. Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля на традиционных наших избирательных участках, всего у нас в Мирненском районе 34 избирательных участка и еще у нас образован временный участок на Среднебатуобинском месторождении. Конечно, такое непростое время с целью профилактики рисков, связанных с коронавирусной инфекцией, при подготовке и проведении общероссийского голосования одним из важных вопросов является создание условий для безопасной работы как членов участковых комиссий и санитарно-эпидемиологической безопасности участников голосования. Для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках в день голосования по рекомендации Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии в настоящее время проводится организационная работа, направленная на разграничение потоков участников голосования. В одних населенных пунктах это удобно по производственному принципу, в других по территориальному, с тем, чтобы как-то было голосование ровное в течение 7 дней. Что еще у нас? При проходе в помещение для голосования будет измеряться температура. Каждому участнику голосования будет выдан небольшой такой санитарный набор. Перед этим будут обработаны руки, будет выдана маска, перчатки, индивидуальная ручка. Также, когда уже непосредственно на избирательном участке, допустим, в отношении паспорта, то паспорт будет показывать сам участник голосования, не передавая паспорт в руки члена участковой комиссии. Расписываться будет в списках участников голосования и непосредственно в кабинке для голосования, делая отметку в бюллетене, будет индивидуальной ручкой. Также помещения будут периодически обрабатываться, проветриваться для того, чтобы исключить, не дай бог, конечно, от инфекции. Что значит вот в эти дни у нас нам с вами еще как бы необходимо? Те наши избиратели, наши вот участники голосования, которые выезжают до дня голосования и не будут находиться дома, ну то есть не смогут прийти на свой избирательный участок вот в эти дни, либо наоборот, находясь здесь у нас, а имеют иную регистрацию, поэтому просьба подойти либо в территориальную избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию, либо через МФЦ, либо через портал госуслуг написать заявление по месту нахождения, то есть открепиться с одного избирательного участка и прикрепиться на тот избирательный участок, где вы будете находиться вот в эти дни, чтобы вы смогли проголосовать. Я хочу напомнить, что заканчивается прием данных заявлений 21 июня в 14 часов, то есть вот здесь вот оставшиеся дни участковые комиссии у нас сейчас работают с 10 до 14 часов. Территориальная комиссия может принять такое заявление с 9 утра до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14, ну и вот МФЦ и портал госуслуг. Еще раз я напоминаю, что последний день приема таких заявлений 21 июня до 14 часов местного времени. Единственное, что только через портал госуслуг такое заявление можно подать до 14 часов московского времени. Ну и вот мы подходим с вами к дням, так сказать, голосования. Это будет с 25 по 30. Избирательные участки будут работать с 10 утра до 18 часов, 1 июля с 8 до 20 часов. Еще такой момент для голосования вне помещения. Оно у нас и ранее, ну вот и сейчас, помните, вот я вам сказала о том, что по разделению потоков, если, допустим, вам будет предложено проголосовать в какой-то определенный день, и у вас нет такой возможности, конечно, вы можете выбрать любой день и в любое время. И в то же время, по какой-то, допустим, может быть, вы можете и написать заявление в участковую избирательную комиссию для того, чтобы проголосовать вне помещения, то есть на дому. При этом тоже будет соблюдаться максимально, да, бесконтактное голосование, то есть пытаемся создать все условия. Так что, уважаемые наши участники голосования, мы ждем вас на избирательных участках. Будьте здоровы и берегите себя.